Сухарин говорил, что нужно было строить человеческий материал. Нужно было его так обработать, чтобы он строил коммунизм, коммунистическое общество. Тема войны, она появилась не только с наступления войны, с начала войны Второй мировой. Она существовала в 30-е годы, например. Именно в этом, мне кажется, был смысл издания книг. То есть это была декриминализация войны. Детям говорили то, что ну да, так случилось, но ничего не поделаешь, вот мы будем не участвовать. Как себя нужно вести вообще? Они опубликовали задачки для детей. Например, была какая-то там картинка в доме, в хате, там собрались партизаны, и нужно было ребенку найти шпиона. Враги народа, они людей разделили, то есть были враги народа и люди, которые с ними борются. То война, по сути, она снова объединила людей, она стала как такой главной идеей, объединяющей. Советское руководство выбрало себе значительно лучших союзников, нежели руководство нашего врага. Здравствуйте, товарищи! Добрый день! Сегодня у нас передача «Усумная книга». Программа о том, как надо умнеть незаметно. Я ее ведущий Алексей Новицкий, и у нас в гостях сегодня ведущий эксперта аукционного дома «12-й стул», один из самых дотошных молодых экспертов московского книжного антикварного рынка, Анна Саровацкая. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте! Спасибо, что пришли! Спасибо вам, что пригласили! О чем наша сегодняшняя передача? Наша сегодняшняя передача пойдет о детской книге периода Великой Отечественной войны. Есть фраза, поговорка, которая приписывается древним, говорящая о том, что когда разговаривают орудия, то музы молчат. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что советская муза детской книги – это еще то оружие в руках трудящих. Но что изменилось в связи с началом этого великого противостояния середины 20-го века и, наверное, всего 20-го века? Рассказывайте! Ну, хочу начать, наверное, с того, что я темой вообще детских книг занималась еще в институте, пока училась. Все мои работы, выпускные, дипломные, были связаны именно с детской книгой. Отношение к ней, увы, не очень серьезное, хотя я считаю, что это в корне неправильно, потому что она формировала нового человека. Книга вообще всегда и до сих пор формирует, несмотря на то, что у нас сейчас поколение гаджетов, людей, которые с планшетом, с телефоном засыпают и просыпаются. Книга формирует до сих пор человека, и, соответственно, она оказывала влияние, естественно, и в советское время, самое большое, на мой взгляд. Вообще очень плохо сохранялась, и поэтому достаточно редко, потому что дети, естественно, с ней неаккуратно обращались. Смысл происходящего в СССР с изданием книг именно детских был связан, это еще Бухарин говорил, что нужно было строить человеческий материал. Нужно было его так обработать, чтобы он строил коммунизм, коммунистическое общество. И поэтому нужно было вносить некоторый воспитательный характер в книги, который, естественно, всегда присутствовал. Я даже грубее скажу пропаганду некоторую, каких-то вещей, идеологических, естественно. Это, наверное, главное было изменение происходящего. И, если говорить, например, о 20-х годах, то это появление авангардистов, которые совершенно изменили облик детской книги в соответствии с 19-й веком, 20-й веком, 20-й годом, 20-й веком. Это совершенно две разные художественные традиции, что было, соответственно, связано с тем, что происходило в стране. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что, по большому счёту, если мы берём трагическую страницу нашей истории, обеликая война, это и есть трагическая история. Но мы должны понимать, что, по большому счёту, своими жизнями победу в той войне добились дети, которые читали сказку о военной тайне, двух капитанов и аналогичную литературу. Да, это интересно очень с той точки зрения, что сначала была пропаганда, естественно, революции и гражданской войны, то, что это нормально, то, что дети тоже участвуют в этом. И, собственно, это продолжается в детских книгах военного времени. Наверное, стоит ещё сказать, что тема войны появилась не только с наступления войны, с начала Второй мировой, она существовала в 30-е годы, например. То есть мы знали, что где-то там люди воюют, люди сражаются за свободу, революционную свободу, свободу от немецких оккупантов. То есть в 39-м году началась война. Естественно, все об этом знали, казалось, что это где-то далеко, но в детских книгах всё равно война всегда присутствует. Есть какие-то шпионы немецкие, в том числе, ну нет, немецкие, конечно, я утрирую, но образ такой... Немецкие с конца 39-го года немецких шпионов временно отложились. Да, да, они так растворились, но теперь, читая эти вещи, ты понимаешь, что некоторый намёк всё равно существовал. Больше японских были. Больше японские, да, я согласна. Помним «Тайну двух океанов». И детей готовили ещё до войны, я считаю, и хотя многие, наверное, меня судят в этом, детей готовили к войне ещё до начала войны. Если почитать как бы все эти тексты, то, ну, как бы считается, что нет, что это же всё было неожиданно, естественно, напали на нас. Вот, но всё равно дети должны были быть готовы. Тот же самый с Вахим, то, что детей в том числе готовили, в лагеря их отправляли, они должны были пройти какую-то подготовку и уметь защитить родину в любом случае. Это было, и проявляется это в детской книге. Вообще детская книга должна была, естественно, рассказывать о том, что как себя вести, грубо говоря, как Майковский, естественно, говорил, что такое хорошо, что такое плохо, естественно. И, на мой взгляд, самым главным событием, самой главной книгой вообще того времени и вообще, может быть, советского периода, это трилогия про тимуровцев. Это Аркадий Кайдар, его Тимур и его команда, потом была «Снежная крепость» и «Клятва Тимура». Заканчивала трилогию, некую трилогию. Поясню, наверное, кратко, в чём состоял смысл происходящего. То есть это мальчик, который организует своих друзей с тем, чтобы помогать оставшимся без главы семьи, семьям военнослужащих. Организует вот своих друзей для этого. Эта тема продолжается, в принципе, течением всех трёх книг. Было создано, на волне этой книги было создано очень много именно маленьких обществ, групп детей, которые действительно было нормально помогать другим семьям. То есть действительно, те люди, которые становились тимуровцами, ходили по домам, грубо говоря, помогали людям, матерям, детям в быту. Всё это делалось под эгидой того, что нужно сражаться не только на фронте, но в тылу помогать людям, которые остались, которые работают, чтобы они больше производили, в том числе. И очень много тимуровцев, они стали впоследствии партизанами. Это такой известный факт. То есть ещё в 40-е годы где-то образовалась первая тимуровская... Первые тимуровцы появились. Это было, по-моему, в школе. Не скажу сейчас, какой номер школы был. Многие из них уже во время войны стали партизанами. И Гайдару поступает заказ с началом войны от советской именематографии написать третью часть, которая называется «Клятва Тимура», про которую я говорила. У меня вот здесь есть вложка книги. Сначала она выходила в «Пионерской правде». Части её проходили в «Пионерской правде». первой части. Потом она вышла уже отдельной книгой. Это на тельтаном листе был написан киносценарий. То есть это был сценарий для фильма, который был снят в 1942 году. Книга вышла, первое издание книжное, вышла в 23 сентября 1941 года. Гайдар погиб уже в октябре. То есть это очень важное было завершение трилогии. Он немного грустный, конечно. И смысл происходящего в этой книге уже. Они отбросили все какие-то споры, которые между группами мальчишек существовали. Они объединились. То есть в книге наступает война. Они объединяются для того, чтобы, опять же, помогать семьям тех людей, у которых родные ушли на фронт. И это очень важно. То есть главная идея происходящего в том, что вы должны забыть все какие-то противоречия, которые между вами существовали, и воевать против общего врага, естественно. Ну и сейчас у нас такая уже ситуация. Мы тоже очень много должны забыть своих противоречий и объединиться против общего врага. Ну, в некоторой степени да, конечно. Но мы сейчас не будем немного переходить на современную тему. И все-таки поговорим о том, как это все начиналось. Мы вспомним, как все начиналось. Хорошо. Это вот я привела пример такой очень, наверное, на мой взгляд, самой яркой пропаганды именно поведения, потому что они были действительно ужасно популярны, тимуровцы, и это было таким скаутским движением, если, наверное, так можно выразиться. То есть пионерским, скорее всего. Ну да, пионерским, да, конечно, но в лучших традициях. То есть не просто мы следом заветам Ильича, а мы помогаем людям, которые рядом с нами. Действием. Да, действием. Да, мы не только ходим, размахиваем. Да, не только ходим, размахиваем. Флаги размахиваем, флаги стучим в барабан, мы помогаем к ответным действиям, что на самом деле и должно быть. Ну, на самом деле да. То есть до сих пор, я считаю, на самом деле никуда это не должно одеваться. Люди должны помогать друг другу, и это нормально. Другим главным аспектом, на мой взгляд, детской книги военного времени был такой аспект, как ведение хозяйства. То есть, представляете, вы остались, вы маленький ребенок, вы остались дома, у вас родители ушли на завод, на службу, воюют. Как жить вам, соответственно? И в этом отношении очень показательная, на мой взгляд, книга «Своими руками», которая рассказывала, то есть она называлась «Своими руками» «Домашние работы пионера и школьника». Вышла она в 43-м году, и также в предисловии здесь упоминается о тимуровцах. «Посмотри, как много работы дома», это вот из предисловия такая маленькая цитата, «Посмотри, как много работы дома, и комнату надо убрать, и обед приготовить, и посуду вымыть, и белье постирать, и маленьким братьям и сестрам присмотреть за ними, за маленькими братьями и сестрами». Начиналось все с того, что говорилось о том, что мы бьем фашистов не только оружием на фронте, но и трудом в тылу, естественно. И от маленького ребенка, от него, собственно, требовалось помочь в этой борьбе. «Будь тимуровцем и у себя дома», писал автор книги. Что это значило? Считалось, что если ты поможешь своему родителю, брату и сестре, дядям, тетям, бабушкам, дедушкам, то они больше произведут для фронта. И предполагалось, что ты будешь уметь все. То есть вот считается, что советские люди, они вообще умели все, там все наши бабушки, дедушки всегда могли там и пошить, я не знаю, платье, и стул сделать, и дом построить, и так далее. Это все было, на мой взгляд, именно оттуда. Когда ты остаешься один на один с миром не очень к тебе расположенным, тебе нужно уметь делать все. Что вот конкретно в этой книге, очень интересная на самом деле вещь, что происходило, к чему призывали детей. Ну, первое, то, что я сказала, убрать комнату, как это не забавно, может быть, звучать, но там есть совсем незабавный момент, это как сделать затемнение. На окна с картинками показано очень все подробно, или, например, как отапливать комнату, как сохранить тепло, мало того, что как заделать щели в окнах, то есть тоже совсем, на наш взгляд, не детские, естественно, проблемы ставились. Как наладить работу водопровода, как прочистить трубы, например, как работает керосиновая лампа, как работает примус, как чинить электричество, есть даже ремонт розеток и вилок, то есть все это наглядно показано, там есть даже иллюстрации, какие инструменты тебе понадобятся для того, чтобы делать работу по дому. Адресация для среднего школьного возраста. Да, да, средний школьный возраст, то есть, ну, там, 5-6 классов. Да, совсем не взрослые люди, как мы понимаем, то есть у нас сейчас взрослые, и все умеют, естественно, это делать, и ничего плохого, естественно, в этом нет, но вот были такие. Ну и хорошего немного. Хорошего немного. Что еще было? Как сделать, например, простое радио? Ребенку, опять же. Потом это уже стало нормальным, то есть дети делали какие-то радиоаппараты, а тогда это было в новинку, по сути, то есть это действительно там пошаговая инструкция. Что не могу не отметить, там один из разделов, это как хранить книги, ужасно приятно, значит, как их организовать, как за ними ухаживать. Ну и такие достаточно тривиальные разделы, как стирать, как гладить, как чинить одежду, как там мыть посуду, готовить, вот проготовить, даже, может быть, отдельно скажу, что, собственно, готовили, какое было меню у ребенка с 43-го года. Как сделать, вот разделы, как сделать хлеб свежим, сухари, блины, оладьи, лапша, как варить кашу, овощи, это как запечь овощи, как хранить овощи, и целый раздел про картофель, это жареный картофель, печеный картофель, вареный картофель, картофельное пюре, как использовать мороженый картофель, крахмал из картофельных очисток, дальше там салаты, супы, среди которых даже есть борщ, компоты, сахарные сиропы, свеклы, вот такие вот вещи, такой, ну, в принципе, достаточно приличный набор, если ты действительно мог научиться, у тебя были продукты, которые там описывались, то это, в принципе, ты уже достаточно взрослым человеком сразу становишься, исполнив все эти заветы в этой книге данные. Но мы, опять же, да, обращаем с вами внимание, что, например, если мы возьмем издание более взрослых, для более взрослых, то есть издание, как сделать суп из крапивы, как выращивать лук, и так далее, и так далее, для городского жителя, который попал в эвакуацию, то есть, понятно, что те люди, которые из деревни приехали и найдут в индустриализацию в город, они вернулись в деревню в эвакуацию, они умели вести хозяйство, да, но ведь были и городские люди, которые хозяйство вести просто банально не умели. Не представляли даже, как это делается. Даже не представляли, что булки растут на деревьях, конечно, такого не было, но тем не менее. И огромное количество брошюр я видел военных лет, как выращивать то или иное растение, как сохранить, и так далее, и так далее, и тому подобное. Но вот на самом деле, опять же, если мы говорим про работу в тылу, назовём так, работу детей в тылу, то ведь тимуровская идея, она пролонгировалась в военной литературе. Да, мы можем взять Касселя, дорогие мои мальчишки, да, по-моему. И там же даже тот, кто их обучает, это Арсений Петрович Гай, то есть прямая корреляция с Аркадием Петровичем Гайдаром. Там же тоже, по сути, те же самые мальчишки, которые, их игра, которую они придумали до войны, команда за кого-то затон, рыбачьего затона, по-моему. Я боюсь, ну, память вещь ненадёжная, но там же получается ситуация в том, что они забывают все свои разногласия, которые у них были перед войной, и, соответственно, занимаются помощью, и даже у Михалкова стихотворение было юным тимуровцам военных лет стихотворения, посвящённое тоже. Мы бы там тимуровцы покрасили забор завода номер 5, ещё и так далее. Надо ли было его красить, вопрос, да? Вы знаете, чтобы дерево... Ну да, чтобы да, конечно. Да, 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 надо. Но ведь у нас же, понимаете, проблема в том, что, к сожалению, и, по-моему, опять же тот же самый Михалков об этом писал, да, что по большому счёту поколение детей, которые родились в начале 30-х, у них было украдено детство войной. Да, конечно. Украдено детство. И проблема ведь ещё состояла не только в том, что им... Они взрослели очень быстро. Приходилось. Да, эти дети взрослели очень быстро. Помните, да, десятилетний человек у Михалкова, в тихотворении, не помните? Нет, не помню. Там суть в том, что сожгли деревню, он остался ещё один, и он бежит на восток, по солнцу бежит к своим советским, да, то есть, он уже попал в оккупацию, и он бегает туда. Но по щеке его ни разу не проложила путь слеза. Должно быть, слишком много сразу его увидели глаза. Всё видевший, к всему готовый, по грудь проваливаясь в снег, бежал к своим русоголовый десятилетний человек. Вот не человек, то есть, даже не ребёнок, а вот уже человек, десятилетний человек. Это 42-й год. Да, естественно, как бы это уже... Но, к сожалению, ведь у нас очень много детей оказалось в зоне оккупации, оказалось в тех регионах, которые подвергались бомбёжкам. В частности, я вот видел издание «Кионерской правды», брошюрку, которая как правильно тушить зажигательные бомбы. И вынужденно, получилось, дети с отобранным детством, они же должны были, помимо того, что в тылу помогать, но многие из них должны были с оружием в руках или не только с оружием, давать отпор врагу. Как? Что рассказывала про эту детскую книгу переводоваривания? Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Она делала ребёнка главным героем событий. Собственно, чтобы война не казалась такой страшной, это, опять же, моё личное мнение, ребёнок делался главным участником событий. То есть, не столько много книг про взрослых, про их какие-то действия, как они воюют, сколько про детей, которые воюют. Значит, что могу на эту тему сказать? Это прежде всего книга, одна из моих любимых книг, на самом деле, Веденского, Александра Веденского, известного Аберута, друга Хармса. Хармса, поговорим. Хорошо. Она называлась «А ты?». Первое издание вышло в 41-м году в сентябре. Это такой перефраз, на мой взгляд, на Пушкина. Три девицы под окном, то есть, там сидят шесть детей, которые рассказывают, мне даже небольшую цитату себе позволю, на скамейке шесть ребят, шесть ребят сидят подряд, пахнут яблоки в саду, рыба плещется в пруду, солнце на небе горит. Первый мальчик говорит, «Скоро стану я большим, буду я бойцом лихим, как сяду на коня, не узнайте меня». Спросит сестры, мать, отец, кто он, этот молодец? Красный конец и боец, 41-й год. Вот о чем мои мечты, ну а ты, кем будешь ты? Ну а я ответил, пятый, буду бить лага гранатой. Я понимаю, ну как можно бить гранатой, это вы мне объясните. Ну, это понятное дело, что это стихотворный текст, но в любом случае, то есть, они говорят, каждый, там, про десять негритят, можно еще сказать, что каждый как бы говорит, кем он будет, кем станет там, танкист и так далее, и тому подобное. И это очень показательно в том отношении, что, во-первых, ребенку учили сразу думать о, неизвестно было, сколько война продолжится, и пока ты растешь, ты выбираешь себе место действия на фронте, по сути. То есть, самое интересное, вот еще такой маленький момент, про эту книгу вообще, про Веденского, в которой в сентябре вышла книга, его арестовали в это же время, Александра Веденского, и он умер по дороге в лагерь. Эту книгу мало того, что издали, ее переиздавали, она вышла в 42-м году, и в 43-м году с обложкой совершенно потрясающей, которая отсылает, на мой взгляд, к родине матери, во-первых, то есть, там стоит мальчик, который указывает на читателя и спрашивает, а ты? Или, например, записывался в добровольце, записался ли ты в добровольце, да. И еще вот иллюстрации совершенно потрясающие, на мой взгляд, я распечатала, вот этот конник на коне против танков, с очень красивыми иллюстрациями, отсылающие, на мой взгляд, вот к сегодняшнему улыбку, к Маяковскому, к Малевичу и к таким русским сказкам, которые на самом-то деле были под запретом в советское время, потому что считалось, что весь этот мистицизм, которым ребят пичкают, он не нужен. И вдруг создаются такие совсем русско-стилистические, псевдо-русском стиле иллюстрации, на мой взгляд, я считаю. То есть такой остров Буян некий. Наверное, по второй половине 30-х мы уже не можем сказать, что русская сказка стала... Это да, но изначально как бы было, что это неправильно и не должно быть существовать. Но вы же понимаете, ведь трудный путь первый. Да, конечно. Конкурентов мало за то. Да, но зато путь трудный. И мы же понимаем, что даже 15 лет прошло от революции до принятия правильной идеи первого регулярного букваря. То есть первый букварь, который учитывал детскую психологию и правильность обучения грамоте, был создан только в 1932 году. Этот путь... Был долгим. Был долгим, да. Но зато... Зато... Правильно. Он был осознанным. Осознанным. Он был осознанным. Не взирая на все ужасы, которые на дороге встретились. Кстати, вот опять же, да, то есть если мы сейчас говорим о Веденском, да, то есть про Хармса мы, конечно, не можем не упомянуть, да. Ведь вы же понимаете, что... Он, может быть, кстати, за Хармса-то и пострадал. Вполне возможно. Хармс-то успел, если можно так сказать. Вы поймите правильно, да, Вес, вот-вот ситуация. Давайте мы с вами посмотрим ситуацию. Причём, вы обратите внимание, да, то есть если мы возьмём Мурзилку 41-го года, да, в восьмом номере задняя обложка по стихам Хармса сделана. Но тем не менее, да, мы же с вами прекрасно понимаем, что Хармс, точнее, гражданин Ювачёв, приветствовал Дитлера-освободителя. Мы прекрасно с вами понимаем, что он сказал, что если мне дадут пулемёт, я разверну и начну стрелять в обратную... Да, против... То есть он собирался, декларировал намерение уничтожать своих соотечественников. Другое дело, что мы понимаем с вами, да, что он человек был, ну, может сейчас сказать бы фрик, наверное, но он был очень аффектационный человек. И вот теперь представьте себе, что вам... Я не оправдываю никакого, просто представьте себе вам, ваш знакомый в августе 41-го года, когда понятно, что уже большая беда пришла. она быстро не закончится. И он вам говорит, я... Бог с ним, я брошу повестку военкому в лицо, это полбеды. А теперь он говорит, что мне дадут пулемёт, и я разверну его. Как должен вести себя человек, который получает такую информацию? Вот как он должен вести себя? Ребёнок или вообще... Взрослый. Нет, вот понимаете, мы сейчас говорим про детского писателя. Это вопрос уже чистоплотности каждого человека, я считаю. Подождите. Теперь дальше. Теперь НКВДшник, молодой парень, потому что после Беревских чисток очень молодой, получает информацию. Мы сейчас с вами вернёмся. Да-да-да. Да. К нашей теме. Получает информацию, что какой-то непонятный гражданин, хотя он, может быть, читал в Мурзилке в начале 30-х годов его стихотворение. И именно поэтому Хармса не расстреляли, возможно. Он говорит такие вещи, что он должен, как он должен реагировать. Как должен реагировать человек, которому поручена безопасность своих граждан, на такое заявление. Очень сложный вопрос. Очень сложный. Очень сложный. Я говорю, что дай бог, чтобы мы никогда не были поставлены перед таким выбором. Кстати, вы обратите внимание, что рассадник демократии Соединённые Штаты Америки, если мы возьмём плакат, я вам пришлю в почте. Хорошо. У меня есть фотографии. Плакат 40-го года. Дядюшка Сэм показывает пальцем на тебя и говорит, если ты услышал речи антипатриотической... И сообщи вот номер сотрудника ФБР в вашем регионе, в котором ты немедленно должен об этом сообщить. Война. Война. Но с Хармсом получилось, если бы не было блокады, возможно, он бы в этой сумасшедшем... Да и уж сумасшедший дом. Потому что как может человек... Как может человек в такой ситуации, такими речами, в фрифронтовой зоне? То есть, он только сумасшедший может быть. И, возможно, если бы плаката не было, он бы в этом сумасшедшем доме определенный период времени бы еще и прожил. Просто его не вывезли, потому что кормить было нечем, вы понимаете, он умер в феврале 42-го года. Поэтому тут же вообще ситуация такая, что хотим мы или нет... Это ужасно. Он своей смерти очень много искупил. Я это понимаю. Но реально... А что было делать? Вот эта информация есть. Как не реагировать на нее? Тут вопрос того, считаем ли мы, что эти слова приведут к каким-то действиям? А вы знаете, вот к вам приходит информация такая, вы ответственны, как бы чего не вышло, давайте-ка мы его... Его же не расстреляли, да? Давайте-ка мы его изолируем. Ну и его не расстреляли, но многих же людей расстреляли под это дело, и они говорили меньше зло, так скажем. Вы знаете, опять же, я понимаю ужас ситуации, я понимаю ужас того, кому приходилось этот выбор еще и делать. Да. Да, я это понимаю, особенно если... Хорошо бы еще знать, что они, правда, задумывались, прежде чем этот выбор сделать. По-разному. Потому что иногда кажется, что это просто вот как конвейер шел, но со стороны, понятное дело, мы, слава богу, не находимся внутри. Внутри мы не можем... Да. Это был ужасный период. И очень сложно, понимаете, что хуже оставить в живых виновного, который потом действительно покрошит значительно больше людей. Очень сложный выбор, очень тяжелая ситуация. Но я как человек, который вообще выступает против убийства как такового и лишения жизни другого человека, вот поэтому... Но, понимаете, как вы знаете, опять же, в какой-то из детских произведений периода войны, там и был, тогда рассматривался, что какой-то мальчик, юный герой, он... Все вот именно так. А потом, когда сложилась ситуация, он говорит, я вынужден изменить свой план жизни. Это ужасно. Это ужасно. Хорошо бы, чтобы... Это ломает психику. И это большая беда. Но когда война, приходится... Ты за Сталина или за Гитлера? Вот ты выбери. Вот ты выбери. Либо да, либо белый, либо... Ну, да я понимаю, как бы, о чем вы говорите. Вот это и ситуация. Я... И приходилось же рисовать образ врага и образ героя. Да ведь? То есть, и идеологическая подготовка людей... Именно в этом, мне кажется, был смысл издания книг. То есть, это была декриминализация войны. Детям говорили то, что, ну да, так случилось, но ничего не поделаешь, вот мы будем не участвовать. И очень интересно участие, вот я сказала, например, о выборе именно провиденского. Просто я-то привела пример, как бы, мы немного углубились, то, что вообще человек, которого репрессировали, мы же как считаем, что если человека репрессировали, ну, это было правда, его книги изымали из библиотек, из книжных магазинов, и так далее, уничтожались и так далее. Тогда просто не до этого, может, еще было. Ну, да, может быть, было не до этого, но его переиздавали в 43-44 году. Это были очень красивые книги, они раскладывались, это были раскладушки, то есть это еще нужно было издать так. Да, это полиграфия, тяжелый технический процесс. Да, и это еще были литографии, то есть они были яркие, красочные, очень приятные. Именно в этом все дело, что я скажу сегодня об одной книге, которая действительно, она жуткая, но в основном это были очень милые детские книги, которые рассказывали про войну. Они были с красивыми цветами, то есть они не вызывают у вас какого-то страха и ужаса от происходящего. Никогда не подумаешь, что в этот период времени, когда это издавалось, вот это случилось со страной. Возвращаясь к тому, как дети-то воевали, собственно, что они делали, мне в этом отношении очень нравится книга, которая доводилась мне держать в руках. Была такая серия, неизвестно, сколько вышло вещей, и в этой серии, это в Ташкенте, в 42-м году, в Нальчике, прошу прощения, не в Ташкенте, в Нальчике, вышла книга в серии «Дети в Отечественной войне», она так и называлась. В Нальчике? Да. Значит, вообще, при фронтовой азоте в 42-м году? Да, да, да. И при том, достаточно много книг в Нальчике выходило, связанных с темой, которую я сейчас коснусь. Называлась она «О том, как в городишке Клин ребята немцам вбили клин». Она тоже раскладывалась, тоже раскладывалась и была посвящена тому, что дети у фашистов забрали ключ от мотора. Господи, уже... Да, тут вешают детей. В книге, на первой вот иллюстрации, ребят советских вили и вешали и били, решили немцев рвать, от русских удирать. Это убийство детей здесь показано в книге. Больше я такого не видела ни в одной книге, которая мне попадалась. Их ребят, ну, партизан, скорее всего, их повесили. Они крадут у фашистов ключ от мотора, и те не успевают сбежать от наступающей Красной Армии. И заканчивается все прекрасной задней обложкой, на которой стоит пионер, партизан, может быть. И написано, что советские ребята, участвуйте в войне, страну любите свято, с большими наравне. То есть, прям вот призыв. Очень интересная вещь. И в продолжение этой темы хочется рассказать о серии из трех книг. Может быть, опять же, их было больше. Это то, что до нас дошло. Тоже изданные в Нальчике. Я их называю «Как мы». Такая серия, условно. Это вот «Как мы уничтожили банду фашистов». Потом выходила книга «Как мы сбили фашистского мотоциклиста». Это все выглядит, на самом деле, как комиксы. Вот что еще интересно. Естественно, никто не знал тогда, что такое комикс, как он выглядит, но это были очень часто иллюстрации с маленьким стихотворным каким-то текстом. Здесь вот, например, написано «Немец мертв, мы обыскали, и машину его, все бумаги отобрали, не оставив ничего. Знаем мы распоряжение наших войск, мы в штаб идем и по форме донесения комиссару отдаем. Мы краснеем, словно флаги, на щеках горит пожар. Очень ценные бумаги, похвалил нас комиссар». Или вот еще одна книга, опять же, «Как мы помогли поймать шпиона». То есть там мальчик-партизан, который наводит на шпиона, они его ловят. Это был какой-то там очень важный шпион, опять же. Начало 42-го, да? Начало 42-го года, да. Потому что, насколько я понимаю, там битва за Кавказ, это у нас Ростов взяли в августе, да, значит, наверное, уже тогда в начале было не до книг. Ну, ну, наверное, да? А тиражи большие? Не указано, очень же часто не указано. То есть то, что я вам первую показала книгу про Клин, там вообще нет тиража. Так они выходили 5-10 тысяч экземпляров. То есть это вообще ничто. На самокругте ушло, да? Ничто. Мне вот, я одну книгу видела вживую, то есть часть вот того, что я показывала сейчас, это были, рассказывала, это были вещи из интернета. То есть это какие-то энтузиасты тоже нашли, но в библиотеках что-то хранится, какое-то мизерное, естественно, количество. А так 5-10 тысяч экземпляров, это вообще ничто. Вообще тиражи были не очень большие, так скажем, не до того было, мягко скажем. И что интересно, нарисовал эти все вещи некто Кеша. Там так и написано, рисунки Кеша. Ну, мы знаем, что это Проскуряков. Да, но не все знают, но это Иннокентий Проскуряков действительно. Он был, из дворянской семьи происходил, собственно, поэтому прятал свою фамилию под таким вот смешным псевдонимом. и очень долго издавался именно под ним. То есть и до войны, и во время войны. И в Мурзилке, да. И в Мурзилке. Да, да. Может быть, он был, значит, эвакуирован. И вот эти вот конструкции, вот этих книг, эти иллюстрации, это было его идеей. Вот опять же, информации про это особенно не сохранилось. Вы очень упоминаете про Мурзилку. Я про него тоже хочу рассказать. Рассказывайте, рассказывайте. У меня, к сожалению, нет опыта держания в руках военного, совсем предвоенного, ну, военного, раневоенного Мурзилки. У меня был комплект Мурзилки 44-го года, когда уже было всё не так плохо, как казалось. Это очень красивое издание. Естественно, оно в обложке. Олянский там, по-моему, художественным редактором был. То есть это очень красивые уже вещи, очень яркие. 41-го тоже очень красивые. Ну, я вам верю на слово. Увы, пока не попадалось мне. Притом, у меня была какая-то фантастическая сохранность абсолютно. То есть как будто это вот. Это платшивка ЗАГО. То есть это 12 номеров. 11-й, 12-й не вышел. То есть никто не видел 11-го, 12-го номера Мурзилки 41-го года. Но 10 номеров я в руках держал. И вообще факт того, поясню, что это детский журнал, который входит в книгу рекордов Гиннесса как самый долго издавающийся журнал. Он же до сих пор издаётся. Да, 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 я знаю, да. Вот. И что он хотел сказать? Это как правда условно, газета правда только для детей. Что он говорил детям? Прежде всего, было очень много образов богатырей. Вообще, вот эта историческая тема, она очень часто продавливалась. То есть очень много книг про Суворова издавалось, про Багратиона и так далее. То есть про славное прошлое, про 12-й год, потому что у нас была Великая Отечественная война, а та была просто Отечественная война. Но вы знаете, что войну 1914-18 года царское правительство тоже пыталось назвать Второй Отечественной войной? Ну, что-то пошло не так. Ну, потому что неясно, за что воевать. Ну, неясно. Где-то там. Да, какого-то там. Убили, ну и ладно, а мы тут при чём? А мы здесь при чём? Вот у меня такой же вопрос. А здесь? В современности. А здесь? Ну, там-то за проливы, да, была идея. А здесь вопрос выживания стоит. Да, да, непосредственно. То есть у тебя враг в твоей стране. Он пришёл. Что ты делаешь? Очень часто. Вот вы, если чуть-чуть поанализируете, например, возьмём Северную войну, вы за выход к Балтийскому морю, а судьба решалась под какой-то Полтавой. И где там Балтийское море? Далеко, далеко. Да, понимаете. То есть шведы под Полтавой. То есть вы учтите, да, когда в следующий раз будете говорить, что агрессия за Балтийские шведы под Полтавой. Вот. И образ богатыря. Опять же, вот, как я говорила, декриминализация. Прекрасные щегловские иллюстрации были? Где? В Мурзилке. Да, там... Вот у меня, например, стихи Михалкова. С прекрасными щегловскими иллюстрациями. Русские богатыри. Щегловские? Шмарину. Шмарину. Оговорился, да. Как в наши дни, так в страну сто лет тому назад всегда была игра в войну, любимая у ребят. Начинается всё с солдата дети, одетые в военную форму. То есть сначала это 1380 год, потом это 1556 год, потом 18-й и 44-й. Притом, если в 18-м году говорится о флаге, который ребёнку дал, остался от отца, который умер, защищая страну от... Интервенции. Ну, да, скажем так. И знаете, если бы не было интервенции, может, мы разобрались бы без особой крови. Вот так вот. Сложно сказать. История, увы, не терпит сослагательного наклонения. Да, но интервенция ситуация усугубила. Несомненно. Без сослагательного наклонения. Что пишут русский богатырь 44-го года, а действительно это вообще образ героя, это образ супергероя, я считаю, он может всё. Вот об этом тоже чуть позже скажу. Пишут про него, что громит захватчиков народ с фашистами война, и в бой за Сталином идёт советская страна. На всех фронтах гремят бои, и ты готовься в путь, как предки славные твои в бою отважным будь. Операция на предков. Да, да, да. Хорошо, когда есть на кого опереться. Хорошо. Появляются отсылки к совсем уже дальнему прошлому, то, что я начала. Это сказки про Илья Муромца и Калинин-царь. Илья Муромец и Калинин-царь с иллюстрациями Коношевича, Владимира Коношевича, нашего незабвенного любимого. В этом отношении очень показательно появление в этой сказке. Естественно, Илья Муромец побеждает Калинин-царь, он там собрался в поход на Русь, прям очень что-то сильно напоминает. И заканчивается сказка тем, Калинин-царь, естественно, побеждён. Все ли русские такие? И ответ, что да, естественно, все такие, всех победим. Продолжение этой темы тоже расскажу немножечко про Никиту Кожемяку с иллюстрациями Алисы Пород, ученицы Петрова Водкина и Филонова. Совершенно тоже, на мой взгляд, потрясающая художница. Она иллюстрирует, опять же, отсылка Георгию Победоносцу, даже я бы здесь сказала, то, что он борется с драконом, который похищал девушек, тоже пошёл войной на Русь. Но, естественно, это всё дела давно минувших дней. Как же, что же говорили, как же писали в Мурзилке про как себя нужно вести вообще. Они опубликовали задачки для детей. Например, была какая-то там картинка в доме, в хате, там собрались партизаны и нужно было ребёнку найти шпиона. Как ты это делаешь? Или, например, как подобраться незаметно к врагу, чтобы бросить в него гранату. Вот, например, такие были задачи. Очень полезные, кстати. Да, да, естественно. И вообще, как бы, детей призывали, естественно, идти в партизаны. То есть, опять же, в том же Мурзилке появляется рассказ Суворовец Лёня. Это про ребёнку, которого, опять же, он потерялся со своими родными, отец ушёл на фронт, пропал. И он пошёл искать свою маму и сестру партизаны. А потом, в связи с жизненными обстоятельствами, он стал Суворовцем. И он, будучи Суворовцем, он находит свою маму и сестру. Такая душа, чипает мне совершенно история. Или, опять же, в том же Мурзилке опубликована прекрасная вещь, которая называется Вася Константина Федина, рассказ. Совершенно потрясающе, на мой взгляд, то, что приходят, когда к тебе пришли немцы, приходят немцы, оккупируют деревню, в которой живёт этот Вася, живут в его доме, подводят его к биноклю. Ну, типа, они там развлекаются, смотрят вдаль просто немцы. И он видит, он смотрит в этот бинокль, ему немец говорит, что, типа, вот, посмотри, что там. Он видит шевеление в лесу и понимает, что это пришли свои, и немцев как-то надо отвлечь, он их отвлекает, там, подножку, что ли, кому-то ставит, что-то, какая-то история, его там наказывают, но он отвлекает внимание немцев. А в это время наши наступают, освобождают эту деревню, немцы сбегают в лес, замерзают там насмерть, и дети приходят посмотреть на мёртвых немцев. Этим заканчивается рассказ. Я считаю, я просто, вот это одна из моих любимых, собственно, историй. Война. Война, да. Это вот на мёртвых было нормально даже пойти посмотреть. Кстати, кстати, война, возрослеют люди в войне. Кстати, у меня отец рассказывал, что во время войны или сразу после он в своём доме, а дом был в оккупации, бабушка с госпиталем ушла как раз у Нальчик из Исентуков, и он видел там какой-то листочек, когда он приехал, из какого-то немецкого издания, посвящённое борьбе с партизанами. То есть, там была картинка, на которой немец, улыбающимся разовощёкому мальчику, даёт конфету, и внизу с чисто немецкой построения фразы было написано «Ваня сказал, где партизаны, за это Ваня был похвален». То есть, вот такая конструкция. Ведь и супостат-то тоже на нашей территории вёл агитацию против детей, правильно ли? Как и мы на его территории. Это была взаимная пропаганда. Да, да, но это война. По-другому, да, но до сих пор интеллектуально, да, машинно. Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Да, на мой взгляд, в детской книге это лучше всего выражалось в букварях. Естественно, когда вы пришли, немецкие солдаты, немецкое правительство пришло на нашу территорию, в том числе на Западную Украину и в Латвию. Вот у меня было два таких примера. Это букваризны в Риге и во Львове. 42-43 год. Они прежде всего издали для детей, именно издали буквари, чтобы учить детей уже, потому что, естественно, они считали, что они здесь навсегда, и нужно было учить детей на их языке тому, что они считали правильно. И прежде всего, за что, благодаря, то есть это, ну, это просто буквари, естественно, это там, как читать, маленькие какие-то рассказы, счёт, там, песни какие-то были, но очень показательно в этом отношении два примера, на мой взгляд. прежде всего, это тексты про религиозные праздники. Немцы разрешили праздновать, то есть обратно вернуться к религии, которую выкорчевывали большевики, естественно, то есть это какие-то вещи, связанные с Рождеством, с Пасхой, публикуются в букварях, и самой яркой, естественно, страницей в букваре для нас сейчас являются портреты Гитлера, то же самое, как в советских букварях это был портрет Сталина, в немецких букварях, в букварях, изданных для русских детей немцами, это был портрет Гитлера, во Львове, например, это был портрет на букву F, фюрер, был портрет Гитлера с подписью Адольф Гитлер, фюрер Великой Германии. А, кстати, я прошу прощения, немцы для своих детей также дилогизированные были буквари? Я думаю, да, я, честно говоря, никогда на эту тему не задумывалась и не видела этих буквари того периода, но я не сомневаюсь, что они были такие, потому что, ну, а как по-другому, вам нужно распределять, это был тоже вождь, у нас был свой вождь, у них был свой вождь, естественно, это нужно было объяснить детям, дать им понять, что вот-вот главный человек в стране это он. И дети там благодарят в этом тексте, они вешают портрет, вот как у нас там висел портрет Сталина, Ленина в школе, они убирают школу, там в одном из текстов они убирают школу, ремонтируют ее, вешают портрет Гитлера в цветах в школе и благодарят вот Гитлера за то, что он освободил их от большевиков, о том, что он разрешил им праздновать религиозные праздники, что как это важно и хорошо. Ну, по-моему, все-таки тоже, у нас в конце 30-х тоже достаточно нейтрально уже к этому относились. Ну, они прям продавливают эту тему очень конкретно, то есть вот в текстах благодарится Гитлер за освобождение от большевиков именно в связи с религией. Вот, очень... Ну, может быть, да, касательно западных... Это же делалось для западных областей. Да, это западная Украина и Латвия, да, ну, Прибалтика. Это западная область, но люди немного другие, да, то есть эти люди еще не прошли сказку о военной тайне, мальчишек и большиша и так далее. Ну, мы понимаем, да, что это территории, которые были присоединены в конце 30-х, начальных сентябряных годов. Да, 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 в конце 30-х, собственно, годов. И что интересно, людей, которые составляли эти буквари, естественно, их фамилии на отчитанном листе значатся после освобождения, после вошедствия советских войск на эти территории освобождения от немцев. Эти люди либо пропали, либо известно, что их арестовали и посадили за пособничество, естественно, или они эмигрировали, то есть есть история про автора львовского букваря, например, он уехал в Аргентину или даже в Австралию, в Австралию, не в Аргентину, в Австралию. То есть они максимально далеко от этого всего уехали. Они понимали, что они делают. Да. Не понимали, что они делают, но они очень хотели жить как все... Да, они хотели жить, они хотели жить. Человек слаб, к сожалению. Притом, опять же, я считаю, что там не так много этой пропаганды. То есть, вот я назвала буквально вот... Ну, ведь и у нас не так много такой пропаганды персонифицированной. Вот вы знаете, у меня была родная речь, первое издание. Родная речь, 43-й год, они её подготовили с 44-го года, начальник учебного года 44-го года. Для первого класса – да. Там у нас страна первого лица, это мы понимаем. Но материалы, собственно, чисто агитационного, да, война, да, там военные примеры приводятся. Но это всё-таки для младшего школьного возраста. То есть, там не очень много. Понятно, что никуда не деться, да, от реальности жизни никуда не деться. Ну, посмотрим, в любом случае понятно, да. Но вообще, на самом деле, ведь мы же знаем, да, что, к сожалению, многие деятели культуры, да, у нас остались на оккупированных территориях и реально прислуживали, а потом сбежали. И, наверное, поскольку слово, ну, сухую правду иногда слушать скучно. А сочную метафору, хороший афоризм ты всегда услышишь и запомнишь, да. Ну, особенность мозга человека. И поэтому, если ты владеешь художественным приёмом, то ты должен очень ответственно к этому дару подходить, потому что это тоже оружие. И, ну, нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся, да, но мы должны понимать, что если мы, к слову, не воробей, что если мы наделены даром художественного слова, то очень ответственно этим даром надо пользоваться. Ну, вот вы говорите, что они сбежали, но если люди действительно, я считаю, маленькая моя ремарка, что если они действительно были за строй, вне зависимости от происходящего, они могли решиться идти против, не могли не уйти. То есть, если люди уходят, значит, это в них было изначально, они были против происходящего. Вот, и если ты уезжаешь, ты понимаешь, что ты никогда не вернёшься. То есть, там, Америка, Аргентина, Австралия, там, можно список продолжать бесконечно. Значит, изначально что-то было не так, ты понимал, что то, что происходит, неправильно. Были люди, конечно, которые считали, что всё правильно, что политика партии самая верная, но были люди, которые вот... Были, конечно. Но ведь вы понимаете, здесь вообще, ну, насколько я читал исследований разных, что по большому счёту ведь сотрудничать так или иначе с оккупантами согласилось примерно четверть людей. То есть, даже если считать, что 4 миллиона советских людей попало в плен, мы говорим про Красную Армию, да, то примерно миллион из них, это огромное количество. Но это четверть, квалифицированное меньшинство, так скажем, да. То есть, даже в любых законодательствах считается, что две трети – это квалифицированное большинство. При этом ситуация какая, что ведь здесь многое ещё зависит от того, насколько ты лично в этом, ну, так скажем, завязан, да. То есть, если ты находишься на оккупированной территории, там, где ты понимаешь, да, что особенно ближе уже к центральной России, где ты понимаешь, да, что тебя уничтожат, то есть, это одно дело. А если ты находишься, так скажем, далеко от войны, то ты и воспринимаешь это… По-другому. По-другому. У меня отец рассказывал, что он с заводом был эвакуирован, недоучившимся студентом в Новосибирск, и в 43-м году, летом, он прилетал из Новосибирска в Грузию, Черноморский флот тогда базировался в Поти, потому что основные базы были заняты немцами, он базировался в Поти и привозил на один из главных кораблей Черноморского флота крейсер «Красный Кавказ», устанавливал дальномерную станцию, которую разработали у него там в Новосибирске. И он говорит, понимаешь, что у нас была ситуация какая, что весь завод жил одной целью, то есть, я не могу сказать, что там не было патриотизма, не было понимания происходящего момента. Я прилетаю в Грузию, но Вера первым поразила мясо без карточек. То есть, мы, говорит… Это как чудо, я думаю, было. Да, мы, говорит, мы могли, фрукты, мы могли отоварить без проблем, три вещи. Это хлеб, ужасного качества американский маргарин под названием Марго Гусалин, и третье – это яичный порошок. Это всё, что мы могли… Причём Новосибирск далеко, да, то есть, это спокойное место достаточно. Я там прилетаю к огромное количество праздно шатающихся людей. Там ещё флот стоит, и не забываем, да. И так далее. То есть, люди по-разному воспринимали. Но я считаю, что это объединило, по сути, людей. То есть, если 30-е годы враги народа, они людей разделили, то есть, были враги народа и люди, которые с ними борются, то война, по сути, она снова объединила людей. Она стала как такой главной идеей объединяющей. И вот это в некоторой степени очень важно. И сейчас даже это не могут вытравить в целом. Да. И это хорошо. Ну, наверное. И нам есть… Но чем работает, нам всегда есть. Но нам есть, что нас объединяет большинство. Так, возвращаемся. Да. Да, возвращаемся, да. Про героев, наверное, немного скажу. Какие же были герои? То есть, мы поговорили про детей, какие были дети, что они делали. Дети-герои. Нет, уже герои-герои. Вот прям солдаты. Как они вот выглядели… А дети тоже. Десятилетний человек, он не герой? Нет, он герой, без сомнения. Но как выглядели взрослые в книгах, как их представляли, прежде всего, это было очень интересно. Этого мало. Потому что, как я повторюсь, для того, чтобы сделать войну более или менее приемлемой для жизни, всё-таки в основном действовали дети. Потому что не так страшно, когда твой ровесник участвует в этом, нежели когда участвуют взрослые. Всё-таки взрослые – это достаточно волнительно, как бы страшно всё-таки для ребёнка. Начну с Мурзилки немножечко, потому что там тоже публиковались на эту тему маленькие рассказы. К Новому году даже. Вот так немного у меня рассказ такой получился. Это был заключительный номер, 12-й номер 1944 года, в котором был рассказ Льва Успенского «Ёлка в Замостье». про то, как советские войска стояли в какой-то деревне под Смоленском, и поскольку они были в деревне, а немцы были по круг, не было ёлки в деревне. Ну, не было ёлки. Ну, нужно было нарядить ёлку на Новый год. Ёлки не было. Что сделали супергерои, советские солдаты? Они пошли в атаку на немцев, спилили танком, дулом танка ёлку и привезли её в деревню. Я не шучу, это такой рассказ. Это абсолютно серьёзно, абсолютно серьёзно. То есть, там вот прям... Я, по-моему, читал, у меня есть сборник Новый год 1942-1943 года, по-моему, я его читал там. Вот, и совершенно потрясающий, на мой взгляд, пример того, что советские солдаты могут всё, по сути. Нет таких высот, которые не могли бы взять большевики. Нет, нет. И, наверное, самая страшная книга из всего, о чём я сегодня буду говорить, это книга Льва Кассили, которая называлась «Твои защитники». В отличие от остальных книг, она вышла в переплёте. Это такой альбомный формат, который рассказывал про всех участников военных действий. Мы не забываем ещё, что Ермолаев сам был участник Гражданской войны, художник Кассиль. Да, да, да. Написал, а Ермолаев сам был участник Гражданской войны, и некоторые военные вещи он видел изнутри. Да, да, да. То есть, это самые кровожадные, на мой взгляд, иллюстрации, которые вообще мне доводились в виде. То есть, вот я показывала про городишко Клин, когда вешают детей. И вот эти вещи он здесь пишет. Смысл того, что даже если ты не умеешь читать, это как книжка-картинка. Ты можешь рассматривать картинки. То есть, их очень много. Кстати, последующие издания были очень сильно усечёнными. Да, да, да. То есть, здесь именно очень много, прям про все, про все вещи рассказывается. Это там таран, защитники, значит, воздушные. Это невидимки. Вот, например, партизан-невидимки. Это сапёры, которые подрывают. Это подводники, которые сбивают самолёт с подводной лодки. Это миномётчики, да. Это гранатомётчик, который сбивает, убивает. Истребитель танков. Да, истребитель танков. Сестра Милосердия. Это вообще очень такой образ, который практически не появляется в детских книгах. Это один из немногих примеров, когда показана женщина на фронте. Ну, как сестра Милосердия, которая выходит на поле битвы и выносит, спасает раненого солдата. Это пулемётчики, автоматчики. Это парашютисты. Вот, например, опять же здесь показаны. Связисты. Танкисты. Лежат мёртвые люди. На всех картинках, вот мы можем видеть, это мотоциклисты. Лесные партизаны. Здесь реально убивают людей. Это не про Илью Муромца, в общем. Здесь вот мёртвые люди показаны. И разберёшь, свои или чужие. У них нет лиц. Они все, по сути, на одно лицо. Но для того, чтобы показать, как выглядела война, чем воевали, собственно, и кто были эти люди по всем родам войск, вот эта книга как энциклопедия происходящего. Но мы не забываем, что это 42-й год. Это 42-й год. Это издание 42-го года. Дизельское издание 42-го года. Вот, например, солдаты, которые берут оккупированную территорию с моря. По сути, это самоубийцы. Мы же понимаем, что это... Десант. Да, Десант. Десант, да. И моё любимое здесь – это конница. Это одна из завершающих иллюстраций сборника. И совершенно потрясающий текст. «Прочь дороги, берегись, конница мчится. Пошла в бой наша кавалерия. Как огонь горят красные башлыки. Косматы и бурки, словно дым, цабель искры сыплются. Наскочили на врага, ударили. Эх, бей, руби!» Их сам Сталин похвалил, у них Ленин на знамени. Они воюют с людьми на танках, на мотоциклах с пулемётами, шашками. Но танков я здесь не вижу. Ну, здесь сзади вот оружие, например. Ну, вы знаете, я вам что-то скажу. Миномётное оружие – это не танк. Но, типа, вы имеете в виду, что на лошади всё равно ты быстрее подскочишь, чем они развернутся? Дело в том, что есть разные виды конницы. Есть, ну, мы понимаем, что, собственно, то, что вы показываете, это гусарская атака, да? Но надо понимать, да, мы же против мифов. Мы за правду. За правду, да. Что большинство… За хорошее против плохого. Нет, за большинство конных соединений Красной Армии – это такой вид пехоты. То есть, люди перемещаются на конях, а воюют пешком. Дело в том, что, вот понимаете, если мы, например, по болотистой местности идём, то даже на ЗИСе там не проедешь. То есть, может быть, и была бы эта машина, которая подвезла бы пехотинцев, ну, может, и пехота, да? Но здесь перемещаются на конях. То есть, ведь вы как бы люланы, драгуны, гусары – это разные… Перемещаются как бы. У меня даже… Но здесь в данном случае, понимаете… Они воюют шашками. Вы понимаете, это же… В 21 веке. Подождите, 20. В середине. Ну, да. Ёмкая, сочная метафора… Приемственности. Побеждает сухую правду. Мы ведь здесь тоже видим. Вот там, на самом деле, художник-то маханул. Он миномётные расчёты не ставили в лесах. Потому что мина может… Да, да, конечно. Да. И в следующих не было этого, в следующих изданиях. Ну, понятное дело, что это условно. Это как бы как ознакомление, я вам читаю, что это… Это агитационный материал. Это агитационный материал. Это энциклопедия того, что происходит на войне. Как они воюют. Как это вообще выглядит. Вот. С моей точки зрения. Поговорим немного, наверное, о врагах. Какой был образ врага. То есть, это был, наверное, враг всегда… Один вопрос я только вам сейчас задам. Ещё перед этим. Про врага сейчас поговорим. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а Василий Тёркин – детский герой или взрослый? Это сложно. Потому что, ну, если про Твардовского говорить, то, на мой взгляд, нет. Нет, но был ещё Вася Тёркин, который издавался до Василия Тёркина. Это был именно комикс тоже. Финская компания. Да, да, да. Но он продолжался, когда началась война уже отечественная. Он очень визуальный, смотрибельный. Его прям очень приятно изучать. Но я не скажу, что он был прям вот детским. Хотя, да, вполне возможно, что дети тоже о нём знали и читали о нём. Потому что это издавалось, если я не ошибаюсь, в фронтовой в «Ленинской правде», что-то в этом духе. То есть, это издавалось в газетах на самом-то деле. То есть, потом это в 42-м году это было уже отдельное издание. Да, «Библиотечка Красноармейского». Вполне возможно, что да. Всё-таки дети, естественно, это тоже видели. Но я не считаю, что я беру в основном вещи, которые именно Дед Гизом, например, были изданы. Потом уже Дед Гиз издавал, Василий Тёркин. Потом уже издавал. Но изначально, вроде как, это было адресовано всё-таки больше, я думаю, красноармейцам и людям в тылу. Про врага. Образ врага, он всегда такой трусливый, естественно. То есть, это плохие люди, естественно, несомненно. И мы это знаем. И мы это знаем. Плохие люди, которые пришли на нашу землю, но не очень умные, трусливые, которые непонятно, как здесь вообще так долго держатся. Собственно, у меня бы, как у ребёнка, наверное, возник бы вопрос, если мы такие великие, что ж так долго-то? И в этом отношении очень интересна книга «Похождение морского шакала Людвига Людки». Это очень редкая вещь, изданная военмориздатом в 42-м году с иллюстрациями Валька. Георгий Хаскарович, ах ты. Да. Она суперредкая. Опять же, доводилось всё-таки держать в руках. Это тоже комикс. То есть это вот выглядит иллюстрация, под ней какой-то текст. История такая, что немец, алкоголик, герлютки, его берут в немецкую армию фашисты. Он отправляется в Норвегию. Он там кричит, что «всех утоплю, сдавайся рус» в тексте. Он отправляется в Норвегию, грабит близлежащие территории, где они останавливаются. Он часть бриллианта вскрыл в подкладке и проглотил другую часть. То есть там прям вот-вот пошагово, как… Инструкция. Да, 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 да. Как быть врагом? Но корабль подорвали. Не уточняется, как бы, кто там. Союзники подорвали. Он утонул, и добыча вся его потянула на дно. Он спускается на дно. Что сказать, такой садко, если так можно выразиться. На дне, увидев гору свастик, герлютки весь расцвел от счастья. Хай Гитлер, значит, нами дно, организовано давно. Вот, и текст совершенно потрясающий. Просто вот. Он забирает там… История, требующая вот вообще отдельного внимания, он забирает у Нептуна трезубец, потому что, ну, это оружие. Сажает его в концлагерь. Как правителя дна? Нет, правитель на дне, Нептун не может быть. Он будет правителем на дне. Гитлер будет на земле, он будет на дне. Он становится фюрером на дне. И людкий сделал первый шаг, он рыбий учредил рейхстаг. Так, вояка горд, поскольку рыбы, молчат, как каменные глыбы. Он делает акул эсэсовцами. То есть, ну, совершенно фантастическая, в общем, вещь, история. Что, кто писал? Дайте адрес. Он решает скрещивать русалок. Они там плачут. Прям русалки вот это, чтобы вывести арийскую расу условно. То есть, скрещивание русалок друг с другом. Евгенька. Да, да, да. Это она. Сдирается рыб мех для продажи. Он разоружает рыбу меч, потому что боится её, у неё меч. А корабли всё тонут со свастикой. Он радуется, значит, очень этому. И заканчивается всё тем, что он решает выйти на берег. Я поведу вас за собой. Я докажу, чего я стою. На берег выскочил шакал. И в тот же миг на штык попал. Штык, конечно, советский. Там стоит советский солдат, который протыкает его штыком. Вот такой образ врага. На мой взгляд, очень интересный. Все какие-то идеи фашистской Германии отражены в этом комиксе были. И тем интереснее его читать. Вот такой образностью. Но более известный, понятно, здесь это уникальная вещь. Более известный же, например, мы возьмём те же самые Блицфрицы. Маршак с Кукрениксами. Это кто сказал, что, по-моему, тот же самый Михалков, что дети одолжили взрослых своих писателей на время войны. Но это достаточно взрослая штука. Да, но тем не менее, вы понимаете, что короткая форма, мы же не должны забывать, что советский человек, он сформировался уже в плане идеологии. Но он не сформировался в плане, он остался деревенским ещё. Ну, в некоторых степенах, конечно. А для человека с деревенской психологией немного надо пропедалировать. Карикатура именно такое и является оружие. Здесь мы на самом деле что видим? Вальк же прекрасный карикатурист. Те же самые, да, раздавим фашистскую гадину. Ну, да, там сколько вальковских, да, он работал, сколько там иллюстраций. Здесь карикатурное изображение врага – это тоже орудие в борьбе с ним. Ну, чтобы не страшно было с ним сражаться, конечно, да. То есть, он не страшный, он смешной, он глупый, он смешной, и мы всё равно его победим, естественно. Наше дело право. Наше дело право. Ещё раз. И, наверное, вопрос такой тоже интересный. Чем же сражались? Чем же сражались? То есть, мы поговорили о героях, как себя нужно вести, о героях, о врагах. И как сражались? То есть, про военную технику поговорю, скажу чуть позже. А сначала обращу внимание на животных на войне. Это Трофимов, по-моему, да? Да, это Трофимов. Он, кстати, приезжал в эти рисунки, он делал, приезжая с фронта в отпуск. Было человеку, чем заняться. Да, то есть, он, я даже не могу сказать, военный корреспондент был, но он был, и несколько раз получал отпуск. Он приезжал и рисовал эти иллюстрации, в чём есть у него и животные, но у него есть и обычные самошельные вещи. Да, 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 да. И здесь, например, речь идёт о, опять же, конниках. То есть, вот мы сражаемся на лошади. Это лошади, которые возят груз, в том числе мулы, буйволы. И даже верблюды, по-моему. Верблюды, которые дошли до Берлина. Была пара верблюдов, которые, по-моему, из Ташкента, они дошли до Берлина. Были олени, были собаки, которые, опять же, возят грузы, сани. Были собаки, которые находят тебя на поле боя, если ты ранен. Тоже такая отсылка к санитарам. Были собаки, которые налаживают связь, то есть, которых спускали с самолёта, с парашютом изображена. И голуби, которые доносят, несут донесения в штаб. Тоже очень интересно. И от живой техники к технике механической. Это техника Красной Армии тоже. Вот предыдущие издания и это издание. Оба издания раскладушки. То есть, они раскладывались, опять же. С иллюстрациями Ольги Высоцкой. Со стихами Ольги Высоцкой. Стихи и иллюстрации её. Не может быть. Пишутся, что вот да. А что Старцев пишет? Я не помню, если честно. Но иллюстрации анонимы, хорошо. Я просто не представляю себя Ольгу Высоцкой как человека. Всё это, естественно, узнаваемо. Очень милое. Очень такое. Красивых цветов. Ты не чувствуешь никакой тревожности от происходящего. В отличие от Льва Касселя, опять же. От Ермолаева, Адриана Ермолаева. Но, опять же, не забываем, Адриан Николаев, Эрмолаев – это человек, который прошёл войну. Ну, да. Человек, который прошёл войну, совсем по-другому мыслит в некоторых ситуациях. Ну, это естественно, потому что ты видишь то, что другие люди не видят. Опять же, про технику рассказывали издания научно-популярные. То есть, я видела два издания на эту тему. Это Яков Шур «От костра до радио». Книга о том, как, соответственно, сигнальные костры, которые использовали там ещё в Древней Греции, они дошли до связистов, как налаживается связь. Опять же, детей там призывали помогать связистам с кабелями. Если ты увидел порванный кабель, ты должен его починить и так далее. Ну, сначала надо разобраться, чей это кабель. Ну, как придётся. Там была даже сигнальная азбука, флажковая азбука давалась в издании. И тоже очень интересная книга, на мой взгляд, это «Бойцы-невидимки» Волкова, автора… Волшебника изумрудного города. Который несколько изданий подобного типа выпустил во время войны. И рассказывал о том, как работает авиация. Там про навигацию, про то, как летит пуля, с какой траектории, как изменить эту траекторию, о калибре, там, о опасных зонах и так далее и тому подобное. И «Взгляд в будущее» у него… Заканчивалась эта книга, это 42-й тоже год, заканчивалась книга тем, что «Взгляд в будущее», то, что мы все эти достижения науки будем использовать в мирной жизни, поскольку пигмей Гитлер, жалкий пигмей Гитлер, будет сражен тремя великими державами – СССР, США и Англией, ну и Великобританией. Но на самом деле мы же с вами понимаем, опять же, да, то есть ретроспективно понимаем, что советское руководство выбрало себе значительно лучших союзников, нежели руководство нашего врага. То есть, понимаете, да, ну там, что делали, да, там, румыны, да, прости господи, да, ну вот союзничек-то не приведи Господь-то, да, ну, проданную войну, да, мы это понимаем с вами прекрасно. Кстати, вы ведь, опять же, да, то есть можно говорить, что ужасный был Марго Гусселина и яичный порошок, но это же были американские, да. Да, да, про это мы сейчас очень часто забываем и говорим, что мы только выиграли войну, это не совсем так. Дело в том, что 15%, да, вот как бы есть данные, что примерно 15% всего, чем пользовалась Советская Армия, Красная Армия и Советская Армия, это то, что приходило под Ленд-Лизу. Но на самом деле мы в угоду сиюминутным вещам… Вот вы знаете ведь, да, что, например, во время Челюскинской эпопеи, да, получили 7 человек, 7, по-моему, да, в звании Героя Советского Союза, а ведь граждане Соединённых Штатов, которые готовили самолёт Слепнёва и самолёт, боюсь сказать кого, второго, Ливаневского, Ливаневского и Слепнёва, они же летели с Аляски. И американские механики готовили… За заправку. Нет, готовили машины к полёту. И эти два механика в ряду с советскими героями Советского Союза получили высочайший орден, орден Ленина, да, то есть два американских гражданина. Ну, это просто, да, но опять же, да, мы должны понимать следующее. Я, честно говоря, сам оригинал этого закона о Гринд-Лизе не видел, да, но некоторые историки говорят, что… Как вы знаете, как он назывался на самом деле? Нет. Это называлось «Закон об обеспечении государственной безопасности Соединённых Штатов Америки». А, то есть это было именно с этим связано? То есть, понимаете, здесь ведь ситуация какая, что… Ну да, Рузвельт говорил, что своему сыну, воспоминаниях его сына, это опубликовано в Советском Союзе, было в 1946 году или в 1947 после смерти Рузвельта, он задал отцу вопрос, сказал, папа, какая цель этой войны, этой мировой бойни? Он сказал, цель этой мировой войны – отобрать у Англии рынки и передать их нам. Советский человек воевал за совсем другое, да, в этой ситуации. Но мы должны понимать, что закон о Гринд-Лизе и советская пропаганда поддерживала, невзирая на то, что они затягивали со Вторым фронтом, невзирая на то, что это были проклятые капиталисты, и в немецких листовках для взрослых, там же писали, читая Ленина, что там Сталин объединился с англоамериканскими капиталистами, а вот Ленин пишет, что царское правительство объединилось с англоамериканскими капиталистами. Но… Это была реальная помощь. Это была реальная помощь. И мы же не случайно помним, что, например, возобновлённая в 43-м году серия «Библиотеки приключений научной фантастики», да, она тогда выходила, да, первая книжка была там… Это были переводы. Это многие из этого, это были переводы. То есть, англоамериканские, да, было и советские авторы, вот там Немцов, «Белый карлик», первая возобновлённая книжка 43-го года. Но она тоже как бы связана… С войной, да. А дальше это шли переводы англоязычной литературы, да, то есть, образ союзника делался положительным. Даже газета издавалась в британские союзники. Да, она издавалась посольством Великобритании в Москве. Собственно, несколько там номеров вышло, которые рассказывали о том, как обстоят дела там. То есть, людям сообщали об этом. Поэтому и называлась операция «Немыслимая», да, когда генеральный штаб планировал, да, немецкие войска использовать для удара. Да, 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 да. Она и называлась «Немыслимая». Так. И, собственно, у меня, даже я вживую принесла несколько книг показать на эту тему. Это действительно переводы для детей. Это вот такая книга рассказов. Прекрасные авторы. Прекрасные авторы. Это 43-й год. Это Джеймс Стивенс, Эркин Скордуэлл, Эрвин Шоу, Ренес Камингуэ и Джон Стейпинг. Один другого лучше. Да. Это все переводы сделаны группой Кашина. Одного из главных, наверное, переводчиков. Людей, который отвечал за Ахмингуэ в нашей стране. И, мало того, эти вещи проиллюстрированы Татьяной Мавриной, одной из главных иллюстраторов советского времени. Советской детской книги. Советской детской книги. Это совсем не та Маврина, которую помнят дети уже после войны. Здесь совсем другие иллюстрации. Они еще совсем не похожи на псевдрусский стиль, который мы все знаем. Тут не классические, конечно. Ну, они больше приближены к Лебедеву, например. Реализм. Все это больше ниже к реализму. Ну, к реализму, да, естественно. Они не такие фантастические. Вот. Такая интересная вещь. Она получила, естественно, не во время войны, а гораздо позже, премию Ганса Христиана Андерсона, такую очень важную премию в детской иллюстрации. За другой стиль уже совсем. То есть здесь это именно реализм происходящего. И вот. Такая прекрасная вещь. И еще один пример тоже живой. Это книга некоторого текста Гира, который называется «Прикскок. Приключения двух зайчат». Если совсем присмотреться внимательному читателю... Какой год? Это 44-й год. Опять же, все... Когда уже стало ясно, кто кого. Да, что мы... Наше дело правое. Все-таки... Где то, что наше дело правое? Всегда было правое. Всегда было правое. Это надо... Это так оно и было. Наше дело правое. Но то, что влага будет разбит, стало ясно после Сталинграда. А уже окончательно ясно в 44-м году, когда мы поганой метлой и их выгнали с нашей территории. Это еще... 13 июля. Ну все, уже почти. То есть, 6 июня открыли второй фронт. Мы точно знаем, что наше дело правое. Это Беатрис Поттер, между прочим. Без упоминания автора. Мы украли ее иллюстрации, написали свой текст. Не украли, а подействовали в соответствии с советскими законами. Она здесь нигде не упоминается. И, по сути, это считается... Если так по-хорошему, это ее первое издание на русском языке вообще. Но сотрудник, обратите внимание, Артель издала. Сотрудник, да-да-да. Не государственный издание. Не государственный издание. Не государственный издание. Но это Москва, улица Волхонка, 5. Да, я понял, но не государственный издание. Не государственный издание. Официально первая ее книга на русском языке – это «Ухти-тухти», которая вышла в 61-м году только. Это 44-й. С юстацией Михаила Ушина. Да. И, наверное, еще следует сказать вот такой интересной вещь, завершая рассказ о детской книге, которую я сегодня хотела представить максимально полно. Это книги, которых вы совсем не ожидаете увидеть изданными во время войны. Это книги фигурные, то есть в виде кого-то изданные. Такие памятники книжной, художественного оформления, книжной эпохи, если можно так сказать. Вот одна из книг у меня – это «Лошадка». Это Ковитко, Лейб Ковитко, еврейский писатель, которая была издана в виде лошадки седлом. Тут есть клапан, который закрывает седло. Она выглядит вот как игрушечная лошадка. Совершенно праздительная вещь, кстати, сама по содержанию. Да. И она… Она была, по-моему, Сконошевичем до войны. А здесь Васнецов. Здесь Юрий Васнецов. Которого мы совсем, опять же, привыкли… Видеть совсем другим. Да, да, мы привыкли видеть совсем другим. Вот, и это раскладушка, то есть она выглядит как лошадка, внутри она раскрывается, и вот это… И качается, да? Ну, её можно поставить даже на стол, условно. Очень часто вот это седло как раз-таки терялось, которым закрывалась лошадка. Вот такая, на мой взгляд, потрясающая вещь. Как она сохранилась, это отдельный вопрос. Это 1944 год. Дед Гиз или кто это делал? Дед Гиз, да. Это Дед Гиз. А тираж какой? Ну, вы спросите тоже. Меня всегда интересуют такие вещи. Тираж 100 тысяч, между прочим. Я видела два. Вот одну вещь, одну книгу мы уже продали. Вот это второй экземпляр, который я видела. И было ещё одно издание. Это Ванька Встанька, тоже маршак. Это всё маршак. Ну, Квитко тоже в переводе маршака. Да, потому что Лейп Квитко тоже в переводе маршака, да. И вот Ванька Встанька тоже, он точно так же раскрывался и выглядел как неваляшка. То, что вы совсем не ожидаете увидеть в военной детской книге, на мой взгляд. А какой год? 44-й год. Но опять же, да, ситуация какая? Стало ясно, что есть будущее. Да. Вы знаете, ведь смотрите, тут же ситуация какая. В принципе, вот эта вера того, что наше дело правое, оно для большинства людей... Да, мы убираем дни паники, которые в Москве в октябре были. Мы убираем те дни, когда не ясно, что в Ленинграде было. Сталинград, который полностью был разрушен. Но ощущение, что наше дело правое, оно было у большинства советских людей. Вы знаете, я вам скажу уж просто... То есть, мы не ожидаем видеть, да. Но, например, если мы берем первое издание Малахитовой шкатулки Центральной. Оно же вышло в 1942 году в Москве. А если вы посмотрите дату подписания в печать, это дата подписания в печать 8 декабря 1941 года. То есть, ещё Рокоссовский из Зеленограда нынешнего немцев не выбил. А это совершенно мирная книга. С цветными картинками. Ну, а как вы представляете себе, вот идёт война, и тебе нужно как-то не... Не паниковать, не свихнуться от осознания того, что ты не знаешь, что будет вообще. То есть, да, наше дело правое. И мы победим, и долой немецких оккупантов и так далее, но... И не только немецких. Не факт, вот... Да, нет, кто кого ещё пока не ясно, как Рокоссовский пел, да. Но то, что для этого надо... Понимаете, для этого надо, чтобы каждый приложил усилия. И ты на своём месте эти усилия... Тоже делаешь свою маленькую работу. Свои усилия прикладываешь, да. В этом, мне кажется, был и смысл детских книг в том числе. То есть, да, ты маленький, ты ребёнок, но ты реально можешь помочь. И труд мой вливается в труд моей республики. Да. И мы тем же самым будем заниматься. И дальше. Да, будем, чтобы труд наш вливался в труд. Всех республик. Прежде всего, нашей. И на этой оптимистичной ноте мы закончим нашу передачу. Спасибо, Анна, что пришли. Было очень интересно. Спасибо вам. Всё, спасибо. Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ